Здравствуйте! Согласно данным последней переписи, в нашей стране лишь около 6,6% семей имеет от трех и более детей. И количество многодетных семей в России неуклонно растет. Это обусловлено, конечно, и рядом привилегий и льгот, которые выделяет таким семьям государство. Однако, единовременные выплаты – это одно, а регулярная поддержка совсем другое. Как шутят многодетные семьи, у нас в дефиците все, кроме детей. Три года назад новодвинские многодетные семьи решили не ждать милости, а попробовать повлиять на ситуацию самим. Так возник благотворительный фонд «Талисман». Его председатель Екатерина Неволина – гость программы «Такие дела». Катя, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, конечно, сначала об истории фонда. Как возникла идея? Я давно работала в Новодвинске организация, которая называлась «Союз многодетных». Просто она не была юридически зарегистрирована, а мамочки активные были у нас в городе всегда. И три года назад пришла идея юридически все-таки зарегистрировать организацию. Это упрощает, так скажем, сбор средств на всевозможные наши акции, так как у организации появился счет. И второй момент – мы можем теперь участвовать в проектной деятельности. И таким образом… Помогать реально многодетным семьям. Да, реально помогать. Таким образом мы посовещались и решили все-таки организацию зарегистрировать юридически. И три года – это фактическая дата с регистрацией нашего фонда. Вы сразу же стали председателем фонда, взяли на себя ношу ответственности. Вообще моя должность – председатель правления. И есть у нас в фонде второй главный человек – это директор фонда. Тоже многодетная мамочка активная. Поэтому вдвоем мы, как говорится, регулируем деятельность фонда, собираем собрания правления, на которых решаем очень важные вопросы. А вообще состав правления на данный момент составляет семь человек. То есть это семь активных мам, которые участвуют в организации всевозможных мероприятий, их проведении, а также они рождают идеи для всевозможных. А вот три года прошло. Насколько оправдала себя идея создания фонда? Ну вот все-таки была организация, да понятно, что там юридически она сейчас официально зарегистрирована. И все-таки вот о чем вы мечтали изначально и сейчас прошло уже три года. Оправдались ли эти надежды? Надежды, конечно, оправдались. Наша деятельность успешна. Фонд известен посредством нашего сайта на территории Российской Федерации. Потому что через сайт сейчас приходит очень много обращений по всей России с просьбой помочь. Помочь констоварами, помочь одеждой, помочь советом каким-то юридическим и так далее. И мы помогаем семьям по всей России. Плюс к тому мы успешно реализовали уже два проекта. И сейчас, в конце 2015 года, также мы выиграли проект и реализуем его. Это будет третий наш проект. Да, но мы поближе сейчас к многодетным мамам, которые составляют, в общем-то, костяк и вашего фонда в том числе. Каково быть многодетной маме в Новодвинске? А может, за Архангельскую область за все скажете? Я думаю, что многодетной маме в Новодвинске, как и во всей Архангельской области, как, в принципе, и во всей России, быть замечательно. Дети – это все-таки наша радость, наша гордость и наши силы на дальнейшие действия. Поэтому я чувствую себя счастливой мамой. То есть у вас все бытовые трудности и так далее, те проблемы, которые заявляют многодетные семьи, они вас не пугают? Вы их как-то пытаетесь решать? Да, это жизненные ситуации, которые приходится решать. Притом, если возьмем проблемы всех многодетных семей, то мы пытаемся это решить еще и на законодательном уровне. То есть мы не просто сидим на кухне, прочитаем, как все плохо, как жить тяжело, какая жизнь прожила тяжелая. Мы пытаемся реально что-то делать, помогать этим семьям и решать очень многие вопросы. Да, мы конкретно поговорим об этом чуть позже. А вот отношение общества к многодетным семьям, оно изменилось? В эти пресловутые фразы «плодить нищету», а теперь вот, значит, нарожали, а теперь ходят, просят у всех все, у государства, у мэрии и так далее по всем органам. Как вот к этому относитесь? Это все сейчас существует или же уже как-то мы более такие, уже отношения к многодетным уже более такой цивилизованные у нас? Ну вообще я хочу сказать, что в принципе находятся и такие, и такие люди, которые поддерживают и очень рады и горды, и которые все-таки нет-нет, да и скажут, да, понарожали сами и ходят тут, просят. Есть и такие люди, но если учесть, что в последние годы все-таки и политика государства направлена на увеличение рождаемости, сейчас многодетные больше стали примером для семей, что это правильно, действительно так надо, это хорошо. И авторитет многодетных семей сейчас повысился, роль семьи в обществе укрепилась. Вы чувствуете это на себе? Да, мы чувствуем положительное отношение к нам, к фонду в общем, люди, которые с нами общаются близко, то есть те же спонсоры наши, да, это все-таки и администрация, и органы, представляющие соцзащиту населения, все стали более положительно относиться к многодетным семьям. А дети сами, вот из многодетных семей, которые учатся в школе, они себя комфортно чувствуют? У нас, действительно, город маленький, и в классе с каждым из моих детей учатся по меньшей мере 3-4 многодетные семьи, поэтому у ребятишек много у всех, они не стоят особняком в классе, и их воспринимают точно так же, как детей из тех семей, где один, либо два. Ну, это за счет того, может, что Новодвинск маленький город, да? Наверное, да. Может быть так. А в других вот не слышали такой проблемы вообще? Существует? Вы как вот считаете, все равно со многими общаетесь? Общаемся с семьями... Такая психологическая именно проблема существует? Да, общаемся с семьями из Архангельска, у них такая проблема существовала, когда кормили бесплатно детей из многодетных семей. В школах они им накрывали на отдельный стол в столовой, и ребята, да, сверстники, ровесники, одноклассники подшучивали над ними, да, даже не подшучивали, возможно, жестко высказывали, что вот вы нищие, вы идите там бесплатно, и все такое прочее. Ребятишкам было очень некомфортно, и в свою очередь, когда все-таки эту меру заменили на денежную выплату, и ребята кушают теперь за общим столом, все-таки стало спокойнее и свободнее. Это ведь от взрослых зависит, правда, как вот это вот все подать, как преподнести, тогда и дети будут себя по-другому совершенно вести. Да, от взрослых в большей мере, я думаю, что... Тактичность взрослых должна быть. Тактичность взрослых, все-таки настрой родителей. Вот как им очень нравится пословица, не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя. Вот это на самом деле очень верная пословица, поэтому как родители себя ведут, как они относятся к жизни, как относятся к окружающим людям, это напрямую передается детям. Да, вот мы сейчас начали с психологических проблем, а ведь очень много стоят все равно перед многодетными семьями. Это и жилищная, самая, наверное, актуальная проблема, это финансовая, юридическая. Ваш фонд, какие услуги может оказать помощь? Помощь мы оказываем, конечно, вещами и одеждой, помощь мы оказываем подарками на праздники, это соберем ребенка в школу. Это у вас акции такие, да, есть? Да, акции большие. Первому сентября мы собираем наборы канцтоваров. То есть в августе можно уже... Да, мы объявляем ее обычно либо в начале августа, либо даже в конце июля, чтобы максимальное количество школьников обеспечить канцтоварами, наборами к школе. Потом мы, акция есть у нас, рождественская сказка, это мы собираем новогодние подарки уже. И дарим школьникам, и садичным детям, детям из многодетных семей подарки на Новый год. И две большие акции у нас. Сначала она была один раз в год, «Мост милосердия» называется, по сбору и выдаче вещей, обуви, игрушек. Но по многочисленным, по очень многочисленным просьбам сейчас эта акция у нас проходит два раза в год, весенняя и осенняя. Потому что с каждым годом нуждающихся в одежде очень много. Катя, у вас есть еще юридическая бесплатная помощь у фонда, да? Есть. У нас в фонде есть юрист фонда, который оказывает также бесплатные юридические консультации и помощь в составлении всевозможных заявлений. Любую информационную и юридическую помощь он оказывает многодетным семьям. И не только на территории города Новодвинска, а также и по всей России. Я знаю, у вас есть случай. Расскажите про этот случай. Да, обратилась к нам семья из Казани. Значит, у них была сложная жизненная ситуация. Она осталась без денег, она осталась без средств существования. Очень маленькие пособия с мужем развелись, работы нет и была в очень бедственном положении. Нашла нас через интернет, обратилась, написала по электронной почте. Мы объяснили ей, что можем оказать помощь вещами, вот констоварами, продукты питания, какие ей собрали. И опять же, мы ей посоветовали, куда обратиться. То есть юрист фонда принял непосредственное участие. Он составлял ей заявление, потому что хотели у нее в квартире отключить свет, отключить тепло и так далее. Сказал, куда обратиться. Также мы ей посоветовали обратиться в органы соцзащиты, где выдается материальная помощь однократная семьям. И нашли организации на территории города Казани, которые оказывают помощь как раз многодетным, малообеспеченным семьям. В свою очередь, по прошествии, наверное, двух недель, она позвонила, сказала, спасибо, вы можете мне посылку не отправлять. Мне так везде помогли, мне очень помогли ваши консультации, мне очень помог ваш юрист. Я очень-очень благодарна фонду. Вот так, в общем-то, да, где Казань и где Новодвинск. Да, да. У вас действительно очень простой сайт, но вот эти акции говорят ведь о том, что все-таки многодетным помощь нужна, что все-таки не хватает вещей, не хватает констоваров. А почему вообще такая ситуация получается? Все равно надо собирать, все равно нужно помогать. Нужно собирать, нужно помогать. Как я уже говорила, с каждым годом просящих и нуждающихся в помощи людей становится гораздо больше. Связано у нас с тем, что на данный момент уровень цен у нас вырос. Все это знают. За последние полгода буквально вырос на приличную такую... А дотации у них остались на прежнем уровне. Да, и в Архангельской области последняя индексация пособий была в 2011 году. Мы подняли документы, мы писали обращение к губернатору, была обещана индексация в 2012 году, но ее не произошло. И пока на данный момент пособия стоят на том же уровне, что и в 2011 году. Но если возьмем пособие на питание ребенка-школьника, это 440 рублей в месяц. Эта сумма абсолютно не актуальна. Месяц, да? Да, когда порядка 300 рублей мы оплачиваем в неделю только ребенку-школьнику на питание. 1929 рублей ежегодные пособия на приобретение школьной одежды. Сумма тоже, к сожалению, не актуальная, потому что за такие деньги ребенка-школьника не оденешь на весь год. И сейчас, конечно, мы ждем все-таки индексации пособий. Возможно, размеры вырастут немножко, потому что семям действительно живется очень тяжело. Особенно, когда семьи многодетные. То есть мы понимаем, что прожиточный минимум на ту же семью средний душевой доход гораздо ниже, чем у семьи, предположим, с одним ребенком, не с двумя. Поэтому помощь им, конечно, нужна. Ну, вот здесь как раз можно приложение сил найти те меценаты, спонсоры, которые могут помочь. Да, есть такие у вас у фонда? Да, есть. У нас есть меценаты, у нас есть спонсоры. У нас есть спонсоры, которые регулярно оказывают нам помощь. То есть перед какой-то акцией мы пишем обращение, и они обязательно оказывают материальную помощь. Есть спонсоры, которые от раза к разу. То есть в зависимости все-таки тоже от положения финансовых дел в фирмах и предпринимателей. И что касается акций по одежде и обуви, я думаю, что это все-таки, да, действительно больше сердечные, неравнодушные люди. Бывают, приходят бабушки, которые еле-еле ходят, но они несут эту огромную сумку с вещами из дома для того, чтобы помочь. Помочь еще людям, которые в этом нуждаются. За это мы им очень благодарны. Мы сейчас вот говорили об акциях, а, наверное, самая актуальная проблема – это жилищная, да? Да, есть такая проблема. Я знаю, что в 2013 году фонд «Талисман» вышел на улицу Новодвинска и устроил целый пикет, чтобы решить вопрос распределения земельных участков. И вам удалось сдвинуть ситуацию, да? Немножечко подкорректируем. Не на улице Новодвинска, а на улице города Архангельска. На самом деле это был митинг в майские родительское собрание, где мы решили выступить многодетными семьями в защиту действительно наших земельных участков. То есть мы скажем, да, может быть, кто-то, может быть, не знает какой-то, то есть в каждой многодетной семье, где есть три и более ребенка, положено… Положен земельный участок размером 10 соток. Так вот, изначальная выдача земельных участков, это производилось в очень болотистой местности. И когда первые 20 семей у нас получили там участки, мы просто ради интереса пошли туда смотреть. Ничего нет. Дорога не пролазная даже в резиновых сапогах. То есть говорить о том, что там можно начинать строительство. Только если клюкву сажать, да? Собирать, да. И грибы искать. Да, вот для этого годились эти земли. И, конечно, в свою очередь мы… нам предложили принять участие в митинге, родительское собрание. Мы тогда только организовали, спрашивали, есть ли у вас что сказать по поводу проблем. Мы выступили. Выступили, я надеюсь, думаю, что очень удачно. Потому что вопрос с уделением земельных участков у нас решился буквально через 2-3 месяца. Администрация города пересмотрела территорию для выдачи участков. И сейчас участки находятся в очень удачном месте, в черте города Новодвинска. Я думаю, что это лучшее расположение земельных участков во всей Архангельской области. Да, я знаю, что и в Северодвинске, и в Архангельске все-таки дело еще не такое. Не так радужно обстоят дела. Да, не так радужно, не так близко выдается земля. О том, чтобы выдавать землю в черте города, вообще речи не идет. У нас все-таки земля… Уже есть такие счастливчики, кто получил, да, эти участки? Есть, у нас порядка больше 120 семей уже получили участки и продолжают получать. Все, кто стоят в очереди, продолжают без задержек получать земельные участки. Значит, в общем, вы убедились, что общественное мнение, вот такое сплочение могут повлиять на ситуацию, что не надо сидеть, как вы сказали, на кухне, там, жаловаться друг другу. Да, мы думаем, что действовать всегда надо. И, в принципе, мы посмотрели, что да, многодетная эта сила у нас получилась. Первый раз мы попробовали, и мы очень рады, что нас услышали. А вот сейчас какая самая актуальная проблема стоит перед многодетными семьями? Самая актуальная проблема на данный момент перед многодетными семьями – это все-таки увеличение возраста старшего ребенка до 23-летия. Да, вот я как раз об этом хотела сказать, что когда ребенку исполняется 18 лет, несколько, там, полгода назад сидел на вашем месте многодетный папа из Архангельска, и у него сын пошел в армию 18 лет, и все, у него четверо детей, и уже семья не считается многодетной. То есть ребенок, вернее, вот этот выбыл уже, да, из этого списка. Да, выбыл, и более того, что если трое... Ведь он пришел, и он не может на себя заработать, он не может себя обеспечить еще, да, после армии. Да, и более того, что хорошо, что у этого папочки четверо детей, а у кого-то в семье трое детей, и если старший пошел, то вся семья лишилась всех пособий. То есть мы говорим сейчас о том, что в 18-е лет ребенок еще учится, зачастую в 11-м классе. Потом мальчики, да, кого-то забирают в армию, призывают, кто-то идет обучаться в учебных учреждениях среднего, высшего образования, он должен получать профессию, должен получать специальность, обеспечивать даже себя сам, не то что семью, он не может. И когда семья все-таки лишается всех пособий, это серьезный удар для семьи. И мы говорим о том, что вообще федеральное законодательство позволяет увеличение этого возраста. Позволяет. То есть это значит дело регионов? Да, да, это на усмотрение регионов, то есть ограничение возраста, это на усмотрение нашего региона. И сейчас, в свою очередь, мы очень активно пытаемся, одна многодетная мамочка вышла на депутата областного собрания, написала обращение, сейчас этот вопрос активно поднялся снова, он был поднят еще в 2012 году. Тогда, к сожалению, прошлый созыв областного собрания депутатов не поддержали этой инициативы, сейчас мы надеемся, что нас поддержат, потому что проблемы действительно очень актуальны. Конечно. Мы снова вернемся к жилью. Вот материнский капитал реально помогает на приобретение жилья? Как вы считаете? Сумма, конечно, материнского капитала, она не столь велика, поэтому надеяться на то, что только за счет ее можно увеличить жилищную площадь жилья, не приходится. Все-таки семьи должны иметь еще что-то, либо у себя накопления какие-то, либо иметь возможность взять кредит, который, к сожалению... А вот кредиты дают? Так не дают. 90% у нас многодетных семей являются малообеспечеными. То есть ипотеку многодетному семье в принципе нельзя взять. Очень-очень тяжело взять, и все-таки в банках зачастую отвечают, что вам еще доплачивать надо, а не кредиты давать, потому что по доходам не выходят семьи на это. Единственный плюс сейчас большой в материнском капитале, это то, что его можно расходовать на строительство жилья. И его выдают на самый-самый такой сложный, тяжелый цикл нулевой, это фундаменты и так далее. Есть возможность, у нас уже есть семьи, которые им воспользовались, выделяют сначала 50%, и потом по заключению договора, по окончанию уже работы, выделяют вторую половину материнского капитала. Поэтому это в принципе очень дорогостоящие мероприятия. И если семья случается так, что построила фундамент за счет материнского капитала, это довольно-таки облегчает им строительство дальнейшего дома. Спасибо вам большое. Мы, наверное, все основные проблемы обозначили, а сейчас небольшой блиц. Договорились? Договорились. Вы с детства мечтали иметь троих детей? Нет, не мечтала. Даже не думала об этом. У нас в семье нет многодетных, я сама не из семьи многодетной, у меня один родной брат. И как-то пошло в семье у нас с бабушкой, даже с прабабушкой. Старшая рождается девочка, младшая рождается мальчик. И, к сожалению, мама с папой разводятся. Так повелось у нас у всех. Так было у моей прабабушки, так было у моей бабушки, так было у моей мамы. И когда дошел черед до меня, у меня первая родилась девочка, второй родился мальчик. И мы с первым мужем развелись. И, в принципе, тогда я приняла решение, что в свою очередь сломаю как-то вот этот негатив в семье, такую полосу какую-то, не знаю уж как говорят, там заговор, еще что-то. И все-таки рожу еще детей. И к тому же я очень их люблю, я очень хотела детей. И я думаю, что третий ребенок — это не предел. А как бы вы себя охарактеризовали как маму? Что у вас вот главное как мама? Главное во мне как маме, наверное, все-таки забота. Забота о своих детях, большая любовь. Потому что для меня дети все-таки это самое важное в жизни, все, что у меня есть. Ну вот говорили, знаете, слепая любовь там материнская, вот вам это присуще или вы стараетесь как-то себя контролировать? Слепая любовь мне не присуща, я себя контролирую. И в наше тяжелое время, когда все-таки вокруг происходят всевозможные такие, да уже преступления на уровне несовершеннолетних детей, если учесть, что дочке у меня 14 лет, а сыну 12, все-таки я стараюсь контролировать, я стараюсь им привить все-таки положительные качества, положительные отношения к жизни, не обращать внимание на негатив и какие-то отрицательные моменты. Сын, я очень рада, у меня сейчас средний учится, второй год сейчас закончил Архангельский морской кадетский корпус. Я думаю, что они там показывают достойные примеры своим окружающим, своим друзьям, и в них, да, прививают еще вот порядочность, нравственные качества очень сильные. Дочка у меня тоже молодец, она закончила 7 лет музыкальную школу. Красавица, как мама, да? Да, это природа постаралась, да, дочка у меня очень красивая, она закончила 7 лет, значит, музыкальную школу по классу фортепиано, также они посещают все трое детей у меня воскресную школу, каждый занимается своим каким-то любимым делом, дочка очень любит у меня рукодельничать. Маленький сынок, которому 6 лет, через 2 недельки будет 7, он 3 года занимается спортом, флорболом очень активно, уже участник и победитель областных соревнований. Катя, вы вот изначально хотели и настраивались на то, что детям надо дать разностороннее и воспитание, и образование, да? Да, я на это настроена, да. И дополнительно, да. Это обязательно, сколько бы их ни было, трое, четверо, шестеро? Мы стараемся своими силами по возможности, вообще мы участвуем во всевозможных спортивных мероприятиях всей семьей, и также дети видят у меня, что мама очень активная, что мама занимается, помогает. Дети у меня всегда привлечены на всевозможные наши акции и не задают вопрос, почему мы это делаем бесплатно. Они знают, что надо помочь. Есть люди, которым надо помочь, которые еще больше нуждаются в помощи. Поэтому я стараюсь им это привести. А что бы вы пожелали или сказали тем многодетным семьям, которые вот думают заводить им третьего, четвертого ребенка, или вот все-таки такая тяжелая жизнь, и цены повысились? Да, конечно, заводить. Что я могу сказать, как многодетная мама? Конечно, заводить. Если семья хочет детей, и если семья любит детей, я думаю, что никакие вот такие жизненные сложности не помешают ей родить третьего, четвертого, и как есть семьи и седьмого, и восьмого, и десятого ребенка. Ну, я знаю, что вы ответите. Что больше в многодетной семье, проблем или радости? У нас радости. У нас радости больше. Спасибо вам. Желаю и дальнейшей жизни вашей радости, и дальнейшего успеха в вашем фонду. Спасибо вам большое. Проблемы и радости многодетных семей в программе «Такие дела» мы обсуждали с Екатериной Неволиной, председателем правления благотворительного фонда «Талисман» города Новодвинск, Архангельской области. Защита многодетных семей – это дело родителей многодетных семей. Такой лозунг сайта многодетных семей России. Может это и правильно рассчитывать только на себя, по крайней мере, меньше будет разочарований. Вот такие дела. До встречи.